Харьков. Кто взорвал комбата? Общество. Рисунок к статье. 10 марта 2015 года 12.32. Андрей Дмитриев. Текст фото-видео. Харьков. Кто взорвал комбата? На фоне сообщений о диверсиях и терактах в городе усиливаются репрессии тема. Кризис на Украине из-за угрозы теракта харьковские власти отменили шествие по главной улице, посвященной годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Чествовать украинского поэта планировали утонченные ценители изящной словесности, общественные организации «Гражданская варта», «Правый сектор», «Евромайдан Харьков», «Автомайдан Харьков», «Ультрас ФК Металист». Именно они подавали заявку о проведении 9 марта митинга и шествия. А заседание согласительной комиссии Харьковского госполкома по этому вопросу проходило 6 марта, в тот день, когда на улице Познанской был взорван автомобиль. «Волксваген Транспортер», принадлежащий командиру специального батальона милиции слабожанщина Андрею Юнгаленько. Вице-мэр Игорь Терехов заявил, «Мы крайне обеспокоены ситуацией, которая сложилась в городе в связи с тем, что сегодня произошел еще один теракт, когда был взорван автомобиль. Поэтому мы будем обращаться в суд, чтобы ограничить это мероприятие в плане шествия. Мы хотим, чтобы в Харькове был мир и спокойствие, и не можем допустить новых человеческих жертв и террористических актов». Во время взрыва пострадали комбат слабожанщины и его жена Инна, боец этого батальона. Они были доставлены в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сразу же в Фейсбуке Арсена Авакова появилось предоперационное фото Андрея Юнгаленко с перевязанной окровавленной рукой. По сообщению заместителя Харьковского мэра Светланы Горбуновой Рубан, у комбата – осколочное ранение руки, у его жены – осколочное ранение спины. Врачи утверждают, что у нее – проникающее ранение грудной клетки. Основная версия происшествия – теракт. Взрывы стали привычной данностью Пасмайданного Харькова. Жители города давно уже критически относятся к официальным сообщениям. Происшествия такого рода вызывают главный вопрос – кому выгодно? Харьковчане перестали верить многочисленным журналистским сообщениям и сводкам силовиков об оперативных задержаниях диверсантов. Часто эти сводки оказываются взаимоисключающими. Вот и новость о покушении на комбата вызвала множество допущений. Так, харьковчанин по прозвищу Зенитчик, имя и квалификацию просил опустить, рассуждает. Характер повреждений машины указывает на то, что взрывное устройство находилось в салоне. Обычно машины минируются под днищем. Может, пан милиционер возил с собой сувенир из зоны АТА и ЦАЦКОТУПА сдетонировала. Далее. Если покушались за профессиональную деятельность, то есть масса более простых способов. А взрывать дорого и хлопотно. Опять же, все вменяемые люди знают, ментов убивать нельзя, поднимается волна ментовского террора. Да и журналисты с камерами подозрительно быстро на месте оказались или сидели в кустах, ждали. Нас не будут обстреливать градами, нас будут взрывать. Задача сценаристов этого цирка – посеять в городе панику и ужас, а подрывы – самое оно для таких целей. А кто у нас в стране самый крупный владелец взрывчатки? Андрей Юнгаленко, в недавнем прошлом прапорщик Харьковского Беркута. Был членом УНЗА, сторонником Евромайдана. В те дни, когда Майдан превратился в горячую точку и Харьковский Беркут командировали в Киев, Юнгаленко и его брат отказались ехать туда. При новой власти их промайдановская позиция была конвертирована в руководящей должности. Министр Раваков доверил братьям командовать добровольческими батальонами «Слобожанщина» и «Харьков-1». В конце прошлого года Андрей Юнгаленко оказался фигурантом громкого скандала. Группа бойцов батальона «Слобожанщина» написала заявление в прокуратуру, обвинив свое руководство в мородерстве, разворовывании волонтерской помощи, превышении служебных полномочий, жестоком обращении с жителями Донбасса, стрельбе по собственным починенным. В ноябре об этом рассказал в эфире областного телевидения заместитель прокурора Харьковской области Валерий Романов. Было начато расследование. Потом оно раздвоилось по территориальному принципу. Какие-то действия руководства батальона попадали в зону ответственности прокуратуры Донецкой области, какие-то нужно было расследовать в Харьковской области. Дело замялось. Из взбунтовавшихся добровольцев, вынесших ссор из избы «Слобожанщины», вскоре было сформировано подразделение «Восточный корпус». Недавно «Восточный корпус» принимал участие в боевых действиях. А буквально в тот день, когда взорвалась машина комбата Янгаленко, это подразделение было отозвано из зоны так называемой «Ата» в связи с напряженной ситуацией в Харькове. В результате теракта, произошедшего 22 февраля во время шествия активистов Евромайдана возле Дворца Спорта, погибли четыре человека. Пока Харьковскую область лихорадит от новых военных поветрий и террористических тенденций, Центральная власть пытается нагнуть местные выборные органы для беспрекословного следования киевским курсам в определении виновников всех бед. Однако 25 февраля Харьковский горсовет отказался включить в повестку дня сессии вопроса поддержки решения ВРУ, Верховной Рады Украины, относительно признания Российской Федерации государством-агрессором. А 5 марта Харьковский облсовет уклонился от включения этого вопроса в повестку. Против признания России страной-агрессором проголосовали коммунисты. Регионалы, в свойственной им манере, не голосовали вовсе. Депутат Владимир Алексеев резонно заявил, если бы была агрессия, здесь на Украине все закончилось бы в течение шести дней. Поэтому давайте не будет устраивать скачки хотя бы в этом зале. За нами стоит территориальная громада решения социально-экономических вопросов. А нам предлагают заняться политическими скачками. Для принятия решения о включении агрессорского вопроса в повестку дня не хватило 8 голосов. Это очень возмутило губернатора Игоря Ройнина. Люди гибнут, танки ездят, градус стреляют. А здесь решения нет. Он даже пригрозил уклонистам. Начальникам областной милиции, который должен обратить на них внимание. Новый губернатор, взывающий к сознательности депутатов, напоминал растерянного школьного учителя, который угрожает непослушным ученикам, что пожалуется на них в детскую комнату милиции. Но оппозиционные депутаты дали понять, что спасение рядового Ройнина – не их забота. Присутствовал на сессии облсовета и экс-губернатор, депутат Верховной Рады Михаил Добкин. Он обвинил Ройнина в запугивании и унижении депутатов. Намекая на увеличивающееся количество местных депутатов, откровенно переметнувшихся на сторону власти или старающихся по-тихому угождать ей, Добкин напомнил, сегодняшнее форматирование сессионного зала – это невалеизъявление людей. Тезис о внешней угрозе стал навязчивой идеей оставленников Киева. В то же время, жители Харькова замечают другую закономерность – угроза возникает там, где появляются активисты Майдана. Какое-то время назад недавний губернатор Балута и министр Ваков любили повторять одну и ту же мантру – Харьков не повторил судьбу Луганска и Донецка, потому что власть купировала сепаратизм. Иными словами, подавив мирный протест, отстояли мир в Харькове. Но, оглядываясь на недавнюю историю отношений города с Евромайданом и новым режимом, среднеарифметический харьковчанен, который теперь вынужден, высказывая свою позицию, шифроваться под прозвищем, как тот же зеничек, четко выстраивает причинно-следственную цепочку и ее узловые точки. Первая угроза мирному городу возникла 400 дней назад, когда туристы с Киевского Майдана впервые открыто прорали в харьковском метро «Слава нации». Смерть врагам. Им понадобилось полтора месяца на том, чтобы начать превращать слова в дело. После трагедии 14 марта на Рымарской, власть пыталась убедить харьковчан, что это частности, не касающиеся мирных граждан. И вот сегодня Харьков планомерно превращается в горячую точку. Последнее массовое шествие противников власти состоялось еще 9 мая. Власть и карательная система сделали все, чтобы больше не допустить мирных демонстраций с символикой победы. Взамен харьков получил бесконечные сводки МВД и СБУ о взрывах, диверсиях, терактах. В реляции того же начальника областной милиции, к которому апеллировал губернатор Рейнин, прозвучала цифра «тысяча арестованных сепаратистов». Сепаратистами заполняются тюремные камеры, а в то же время в город бесконечно завозятся оружие и боеприпасы из зоны так называемой АТО. И эти оружие и боеприпасы имеют свойство периодически выстреливать и взрываться. На днях советник министра МВД Антон Геращенко ходатайствовал о награждении трех милиционеров, которые задержали на въезде в Харьков бойцов добровольческого батальона, пытавшихся провести из зоны так называемой АТО «целый арсенал оружия». Задержанные объяснили, оружие везли для подготовки к партизанской борьбе в случае российской агрессии. За неимением российских оккупантов, харьковские силовики пока последовательно борются с коммунальными предприятиями и детскими аттракционами. 5 марта проведен обыск в парке имени Горького, при этом работа билетных касс аттракционов была заблокирована. Мэр Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию в интервью местному телеканалу. «Нет ни одного коммунального предприятия или департамента горсовета, где бы мы не получили по несколько запросов от разных прокуроров. Вопросы одни и те же, а прокуроры разные. Проверяют все, чтобы дискредитировать работу предприятий. Складывается впечатление, что горсоветы я работаю, чтобы формировать будущее уголовное преследование. Ибо все те успехи и инновации, которые реализуют коммунальные предприятия, прокуратуру не интересуют. Зато они цепляются за каждую мелочь. А все потому, что есть такой городской голова Кернес, который не принимает определенных имиджевых решений. Я имею в виду то, что Харьковский горсовет не признал, что Россия является агрессором. Я не хочу выглядеть трусом и буду оставаться до конца на своем рабочем месте, а там как Бог даст. Все чаще слышны мнения о том, что напряженная обстановка в Харькове нужна тем, кто точит зуб на мэра и хотел бы заменить его своим ставленником. С другой стороны, кочуют версии о том, что взрывоопасная ситуация может играть на руку и губернатору Ройнину, если он подумывает о смене руководства в кабинетах местных силовых структур. За всеми этими харьковскими войнами остался почти незамеченным один судебный приговор в Балаклейском районе Харьковской области за антивоенную гражданскую позицию. Два года лишения свободы с испытательным сроком на год получил старший лейтенант, командир сводного подразделения ГП Балаклейский ремонтный завод, в конце прошлого года отказавшийся выполнять приказ об отправке своего взвода и техники в зону боевых действий. Верховный суд России решением от 17 ноября 2014 года признал экстремистской деятельность организации «Правый сектор». Ее деятельность на территории России запрещена. Примечание Ред. Верховный суд России решением от 17 ноября 2014 года признал экстремистской деятельность организации «УНСА». Ее деятельность на территории России запрещена. Примечание Ред. Харьков Фото, Сергей Козлов Слэштас